итак мы продолжаем и да кто-то задал вопрос духе одни разнообразный дух смерти есть определенный дух смерти я как-то видел по телевизору там скажем гаишников гаишники говорят почему-то в этом месте постоянные аварии именно в этом месте как бы место не не сказать чтобы обычное место но вот именно в этом месте постоянные аварии это скорее всего ну именно в этом месте атакует определенный дух смерти да и один знакомый пастор говорит я ехал на машине и говорит почувствовал надо мной пролетел дух смерти я прям почувствовал дух смерти пролетел я несся быстро и когда я почувствовал это я притормозил и начал ехать медленнее и вдруг меня объезжает две машины они там или гонялись друг с другом ну короче очень быстро ехали и практически вот так впереди они сбивают насмерть женщину ну как бы возможно нас как не знаю но он говорит я не остановился но я понял что человека сбили то есть дух смерти то есть как я уже сказал бесы разные бывают да и не надо их бояться не не надо бояться бесов нужно понимать что мы имеем власть над ними и нужно понимать что бесы боятся тебя вернее точнее сказать иисуса христа который в тебе почему иисус взял власть иисус после гефсимании иисус вся взял всю власть поэтому иисус говорит да на мне вся власть да идите проповедуйте да на мне вся власть и вот этот иисус он находится всегда 24 часа в твоем сердце в твоем духе живет иисус христос аминь мы имеем великое преимущество однажды я изгонял бесов и бесы просто заорались через человека мы боимся вас мы боимся вас просто знаете как они крикнули это настолько было искренне от них ну прям знаете как это было искренне они реально боятся бесы боятся это личности они боятся боятся иисуса христа который в нас духа божьего который живет в нас аминь поэтому наша задача вообще христианина библия говорит идите и разрушаете дела дьявола то есть почти в жизни каждого человека здесь на земле дьявол пытается ну навредить людям просто все что он делает он он хочет убить людей он хочет вредить людям и мы когда приходим зная истину и имея духа святого мы разрушаем дела дьявола каким образом мы говорим людям истину мы говорим людям о боге о святом духе и это называется скажем ну атака на на дьявола почему знаете дьявол дьявол сильно болит боится евангелистов потому что они идут со святым духом дьявол в шоке когда ему ему не страшно когда христиане дома сидят чай пьют ему вообще нравится что христиане сидят по домам чай пьют и но дьявол сильно боится когда человек говорит идем проповедовать евангелие иисуса христа выходят на улицу и идут и благовествуют везде повсюду это сильно это мощно аминь вот тогда дьявол трепещет и конечно и конечно друзья мои когда ты атакуешь дьявола знай что что на ну скажем ты все-таки больше будешь на прицеле чем тот христианин который будет сидеть дома пить чай вы поняли да но я не хочу вас испугать но вы должны понять что особенно но есть все равно кто действует христиане действуют а если христиане не действуют знаешь и христиане которые действуют вы должны понять что ну как бы вы идете разрушаете дела дьявола но вы должны понять что будет ответка какая то ну извините меня давайте в писание посмотрим да то есть у иисус всегда подвергался атакам атакам со стороны фарисеев фарисеев судукеев постоянно какие то атаки то есть были были определенные атаки даже петр ближайшие там ученик говорит иисус слушай может на крест не пойдешь то есть по сути это ребята так а через самого близкого понимаете то есть почему потому что иисус был напади ну как бы в нападении я часто ну если ты скажем здоровый христианин если ты проповедуешь евангелие как вчера пастор учил что как бы вот поклонение это одна сторона христианина и второе вторая сторона это проповедь евангелия да ты идешь и проповедуешь евангелие и это показывает на твою силу что ты ну что ты активный христианин да то ты пойми что ты будешь на мушке у дьявола он будет не то что тебя он будет тебя атаковать тоже ну как бы скажем уровень атак на таких людей больше но послушайте не надо бояться кто-то говорит а вот хорошо я буду чай пить теперь не нет послушайте но это это тоже плохое состояние это тоже плохое состояние тоже там есть свои риски так далее поэтому быть в атаке всегда лучше но знаете что все равно это как бокс я вот ну у меня такой пример всплывает бокс то есть когда ты боксируешь и дьяволу наносишь удар пойми что и дьявол иногда тоже тебе ну в ответку дает что-то да у меня ну бывало такое что например собрание отслужишь такая проповедь помазание такое так здорово потом раз на следующий день такие атаки какая-то может быть настроение может быть конфликт какой-то и я понимаю что где-то здесь лукавый прячется понимаете то есть ответка такая но классический давайте пример библейский да или я у него прекрасный день он убил 400 пророков уже пророков да вы помните библейскую историю он он разрушил их жертвенники он молился и бог дал дочь он так просто все было по красоте все довольны счастливы слава божия восторжествовала царь едет на колеснице дух божий сходит на илью илья бежит впереди колесницы то есть просто такой чудесный интересный день на следующий день изавель говорит высвобождает дух изавели почему библия говорит о духе изавели изавель говорит где этот илья какая-то женщина где этот илья я его убью все он он умрет точно и илья входит в депрессняк бежит в пустыню сидит голодный просит себе смерти то есть понимаете это это дух это не чистый дух который атакует и илью но вчера он был как говорится на коне но есть духовный мир понимаете есть духовный мир и часто в библии говорят и и а ангела когда елисей говорит бог открой глаза моему слуге и слуга увидел армию ангелов армию ангелов вы помните и враги все ослепли и так далее то есть есть духовный мир вы понимаете что все мы умрем и библия говорит мы будем пребывать как кто как ангелы на небесах то есть вот это физическое тело оно временное мы мы по сути ангелы аллилуйя да дано будет нам новое тело нетлена и так далее дальше дальше луки 4 18 давайте откроем евангелие от луки 4 иисус говорит дух господний на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем проповедовать пленным освобожденные об освобождении пленным послушайте мирских людей взяли в плен они в плену когда ты им проповедуешь ты пойми что ты проповедуешь пленным они бы порой замечаете вроде человек хочет прийти в церковь а то ему говоришь слушай ну точно надо прийти точно надо прийти ну вы поймите что помните иисус рассказывает рассказывает притчу о сеятеле и что говорит иисус христос он говорит вышел все все семя и сразу и пришел лукавый и сразу украл семя то есть сразу по сути иисус рассказывает о дьяволе приходит лукавый гоп семя украл то есть человек ты благовествующему ты говоришь ему слово и и тут же лукавый бам-бам и и потом спрашиваешь а чё ты не пришел на собрание он там каким образом украдет он не то что там забыл он там слушай мне нужно было туда поехать туда поехать то сделать все лукавый пришел и украл семя понимаете так это работает поэтому иисус говорит я пришел и по сути мы как иисус мы наше наше здесь призвание описано проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господнее благоприятное то есть мы наше призвание не просто проповедовать отпустить измученных на свободу иногда нужно изгонять беса цель беса цель бесов это мучить вообще у бесов такая цель вот например что что касается христиан дьявол цель дьявола не сделать так чтобы человек не уверовал он трудится с утра до вечера но если вдруг человеку верует да как вот с нами произошло вторая скорость или чем дьявол занимается это сделать человека неэффективным пассивным обиженным через раз ходящий в церковь сам себе на уме короче атаковать вот таким образом неэффективный христианин христиан христиан который не служит господу он такой знаешь как бы вроде есть нету я не говорю что это плохо может быть он имеет спасение и слава богу на том но дьявол очень сильно работает чтобы сделать христианина неэффективным деяние 85 книга деяние 8 5 тут говорится про евангелиста филиппа так филипп пришел в город самарийский проповедовал им христа народ единодушно внимал тому что говорил филипп слыша и видя какие он творил чудеса друзья мои слыша то есть нас как христиан должны слышать и видеть какие господь творит чудеса я как-то был в одном доме и забежал мальчик такой соседский и вызвали улам в казахское имя я уже уходил я проповедовал я студент библейской школы знаешь всегда такое наполнен я уже уходил и я увидел автобус далека едет уже мне нужно было подбежать на остановку чтобы сесть на автобус и этот мальчик стоял и я сказал улан я говорил о боге там и улан будь благословен я благословляю тебя возложил на него руку и и сел в автобусе уехал и мои знакомые они сказали что то произошло с уланом он говорит жжение почувствовал сразу после того как ты возложил руку жжение большой короче он пошел в туалет и из него вышла куча глистов сразу просто море у него убедать вот так его бог освободил от глистов но который возможно ну как болезнь знаете как бы каким-то образом и я даже не думал что ну я не думал что такое знамение будет ну но это это одно из знамений знаешь такое ярко которые запомнил конечно же у меня в казахстане была палатка проводил служение и сон и и там по 500 человек собирали в палатку господь много много чудес творил исцеляя людей и почему я верю в исцеление потому что я сам получил исцеление потому что у меня самого болела спина 12 лет я постоянно как бы мучился с этим и на одном из служений я получил исцеление исцеление и теперь есть у меня вера что господь исцеляет и я вижу что господь исцеляет других людей аминь 1 тимофея 4 1 1 тимофея душе ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителя и учением бесовских через лицемерие лжесловесников сожжены в совести своей и библия говорит мне апостол павел говорит духом божиим показывает почерк бесов тут написано запрещающий вступать в брак употреблять в пищу то что бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением когда я читаю эти стихи вспоминаю кришна и да вот у них все все животные это родственники мясо нельзя есть ну да там там у них технология вообще вот прям прям них про дух дух же ясно говорит смотрите апостол павел ясно ясно говорит что в последние последние времена будет дух обольститель чтобы обольстить или обмануть верующих алё вы думаете что только те люди которые вне церкви скажем ну атакуемы да нет дух я я встречал людей которые были верующие и сейчас они в обольщении это одна из таких атак который тоже будет на жизнь христиан однажды я пошел погулять в парк моисей еще маленький был по-моему были с коляской даже моисей видны коляске и мы пошли в парк погулять с супругой и ко мне кришнеид подходит знаете я уже их технологию знаю они с такими палочками дымящими подходят и говорят мы дарим вам и вроде как вы берешь ну давай и они вы не могли бы денежку заплатить все таки такой уход такой лукавенький и вот он я иду узнать у меня ну такое нормальное настроение мы идем парк гуляем и вот он подбегает один ко мне и говорит возьмите возьмите ну эту палочку это благоухание я глючит такое угодно это благоухание приятно пахнет я году у меня туалетная вода есть все нормально с этим он ведь ну вот возьмите я вот так приостанавливаюсь и говорю я я ему говорю я обычно так не делаю но дух божий побудил меня так с ним разговаривать я разговаривал еще раз говорю это было необычной евангелизации я ему говорю слушай сколько тебе лет он мне там 18 лет или там 20 не помню точно я говорю что ты здесь делаешь ты чё здесь делать и ты ходишь по площади эти вонючки раздаешь не чтоб пойти учиться работать создать семью ты ходишь как ненормальный эти вонючки раздаешь я когда это говорю я думаю от я благовествую вообще я бы ну знаете как я знаю как благовествовать но я так нестандартно говорю но когда я говорю в подтверждение что я правильно говорю я чувствую на меня дух божий сходит я думаю ну ладно раз дух божий сходит и чувствую божье помазание значит делаю правильно и я говорю я на него просто практически наезжая я говорю тебя связал демон кришны демон кришны связать и ару практически на него площадь центральная в городе я стою на него ару на кришнаида я думаю вау вот это я мочу и и знаете он он замирает он будет ну да я знаю вы христиане да ну знаете я я раньше был верующим я ходил в церковь раньше писятницкую писятника я в шоке я в шоке я тут и я и думаю что почему меня дух божий так ведет знаешь говорить именно с этим парнем знаешь и я ему говорю тебя связал демон кришны да я помолюсь за тебя со стороны смотрит думаю тут я вообще пошли гулять и я тут широ бахалала басале я проклинаю демона кришны который связал твой разум кила я начинаю проклинать демона кришны знаешь так хорошо было и только отхожу и другой отступника встречаю я его хватает за голову тоже начинаю молиться думал денек вышел аллилуйя класс а короче такое помазание на меня сходит так здорово знаете поэтому это это нужно быть осторожным я расскажу свою историю я короче как-то уезжал с вокзала это еще в алмате было я уезжал с вокзала если на вокзале жду поезд я я пребываю молитвах аллилуйя когда женщина стоит мне как-то прям чувствую какую-то знаешь бесы имеют тоже свое присутствие еще раз бесы имеют тоже свое присутствие если есть настоящий доллар есть подделка дьявол любитель подделок и у меня такая мысль приходит вау святой дух потому что от этой женщины не чувство какое-то присутствие я начинаю с ней как-то я начинаю с ней говорить я верующий я верю в бога я тоже верующая верю в бога я думаю вау замечательно и вот вот святой дух но я чувствую что какой-то дух я реально на на физическом уровне от нее чувствовал какое-то присутствие я подумал вау это дух святой вау здорово вот христианка вообще классно классная встреча на вокзале здорово вы куда восстановите я тоже восстановлю все и мы как-то с ней начали общаться ехать она она и тоже верю да дух святой все я такой короче грузонулся я не помню что она мне говорила но это я под таким впечатлением был просто невероятно и вот дух святой вот и знаете как через время я приехал с астаны и эту историю рассказываю своему скажем ну одну одному из пастырей да я тогда еще не был пастырем я его на улице встретил одну из пастырь и говорю слушай вот стоял на вокзале раз женщина да дух святой тоже вот дух святой он такой стоит знаете вот этот пастырь это бесы олег ты че забудь это просто бесовщина и пошел послушайте у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла я как младенец открытый послушать иногда люди которые не говорю что это плохая женщина она просто ну как в свое своей тьме находится да она возможно занимаются каким-то колдовством и и все они говорят верю в бога все они говорят верю в бога и и они тебе могут что хочешь там рассказать но ты не должен вестись на это ты должен не не должны вестись на эту тему потому что как как это проверяется первых это проверяется один из проверок как как узнать духа божьего и духа не божьего это всякий дух который исповедует иисуса господом пришедшего вопросе из дух от господа в другой раз я проповедовал на базаре и я помню сцепился с одной яговиской и я стою там у прилавка и доказываю что иисус есть господь и мимо нас приходит проходит такая чудная дама с блестящими глазами и нет чтобы быть и мимо она останавливается и начинает нам что-то там говорить за бога тоже эти бесы они реагируют они чувствуют помазание и они реагируют на помазание и она давай как бы в наш разговор встревать и я и поворачиваюсь и мне вот это местописание всякий дух который исповедует иисуса господом пришедшего во плоти есть дух от господа я ей говорю женщина вы верите в иисуса христа что он пришел во плоти вы верите что иисус господь и она кричит послушайте женщина которая остановилась который говорит я верующий и она кричит нет вот таким ненормальным я говорю иисус господь она нет господь господь то есть какой господь непонятно потому что до богов в кавычках много и поэтому люди могут одержимые бесноватые люди могут сказать я верю в господа а какой именно из них на и поэтому когда я и сказал иисус господь женщина вот 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 вы играете верующим в иисуса и она просто как в бесы через нее практически нет нет они для них нет господь господь игру понятно все он постоянно работает знаете без без и никогда не 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 исповедуют иисуса господом пришедший во плоти для них это катастрофа вот царство тьмы организовано очень еще раз повторюсь эту мысль царство тьмы то есть библия есть царство света да церковь это царство света но есть царство тьмы дьявол все все организовано все контролирует я однажды вышел из церкви и посмотрел там пятиэтажные дома я посмотрел воскресенье люди думаю в них живут полный пятиэтажный дом людей почему а церковь прямо через дорогу я думаю ну неужели почему не придут в церковь потому что дьявольское царство бесовское царство организовано все там не говорю что мега супер организация но но есть определенный порядок там понимаете дьявол удерживает удерживать людей от спасения контролирует людей мучает людей и ты должен это понимать над каждой стороной есть свой бес над каждым городом есть свой бес над каждым районом есть свой бес на к над каждым подъездом квартирой семьей есть определенный бес почему-то во всех знаете как вот бывший советский союз союз любая только название слободка все знаете как я в астане жил слободка пошел на слободку там тебя напрягли побили забрали разделе сюда приехал слободка а эти бесам прям нравится слободка знаешь весы слободские знаешь вот просто район почему то вот у нас например в астане было такое базарские базарские там постоянно они на базаре ходят копейки шибают и слободские то есть не туда не туда нельзя ходить знаешь а у нас не было поселок поселка не было вот была слободка и вот два района вот виси в городе почему-то знали вот кажется но почему потому что бесы потому что князи там определенные князи как бы а есть разные понимаете у них иерархия есть как церкви есть иерархия есть пасторить помощник пастора и так далее есть определенная иерархия то же самое в духовном мире есть определенная иерархия да есть определенные князья главные начальники мелкие бесы там тоже у них иерархия есть есть определенную на москву сразу там наши люди все на бабках помешанные все все деньги деньги то есть это такой знаешь дух прям деньги мамоны дух мамоны и взять париж там дух блуда отчетливо на городе знаешь дух блуда взять амстердам там кайфуши и гомики все там ну короче смотрите все города имеют ну свой дух взять взять нас до мою семью мою семью атаковал дух алкоголя ну конкретно то есть конкретно вот нас три брата я средний мне старший младший брат папа был еще жив и однажды мама пришла домой все четверо пьяные все четверо она зашла и просто не в шоке была потому что это был бес определенный бес который ну а так он всегда был то есть он он был но когда христос входит в сердце бесы уходят аллилуйя хочет ли он возвратиться конечно хочет он нет нет приходит проверяет узнает бодрствует ли я верующая в иисуса христа понимаете то есть и то же самое вот вы знаете что я вам рассказываю вы возьмите там ваших соседей да кто-то соседи там заключены на на чем-то там какие-то рокеры то есть у них свои бесы знаешь ну короче я так называю всегда ласково там у них свои тараканы тараканы я имею ввиду без определенные определенные духи которые действуют и ты должен понимать понимать я не хочу чтобы стали слишком духоманы такие без и без и без и вышли из церкви сегодня и везде без но но вы должны в то же время знать что это без и но не быть такими знаешь но перебор у некоторых вообще зашкаливает и они вообще уже все там без и там ангелы ходят по городу такие знаете и так не надо делать на вся во всех путях познавай его и он направит стези твои говорит библия познавай его но у и он тебе может показать сын мой здесь дьявол да здесь дьявол помните когда иисус был в храме и человек был иссокший рукой он он говорит по-моему иссокший рукой или до коснулся коснулся скажем человека человек получил исцеление или помните в другом месте он говорит дочь авраама который связал сатана то есть иисус просто обозначал он знал что это сатана действует он всем об этом рассказал не сказал что знаете есть скажем исцеление до исцеление так работает или ты изгоняешь безов и люди сразу же исцеляются или душу той действует исцелением это немножко другая тема я не знаю может быть и будет время ею затрону но в основном как я молюсь за исцеление я изгоняю духов болезни духов немощи да как вот эта женщина которая вам сейчас показывал ду гангрены то есть это определенный без до определенный без не которую когда изгоняешь человек получает исцеление аллилуйя демоническое царство очень еще раз говорю организованно давайте откроем со мной книгу иова первую главу и вы все помните что сатана пришел с сынами божьими к богу и говорит слушай но иов твой человек там на земле он же это не искренне делает он же не особо и там ну как бы такой искренен иов 16 и был день когда пришли сыны божьи пристать пред господа между ними пришел и сатана и сказал господь сатане откуда ты пришел и отвечал сатану господу и сказал я ходил по земле и обошел ее то есть сатана еще раз говорю он личность он не может быть как бог бог вездесущий да а сатана это личность я не знаю где он сейчас может быть он в берлине может быть он сейчас где-нибудь ну я не знаю там в сирии я не знаю но сам люцифер это это личность он написано что он обошел гуляет по земле смотрит что и где как он самый как говорится главу в бесовском царстве он главнокомандующий князь века сего да и суды и сказал господь сатане обратил ли ты внимание твое на раба моего иова ибо нет такого как он на земле человек непорочный справедливый богобоязненный и удаляющийся от зла когда я читаю этот стих я всегда думаю ах жалко про меня так бог не говорит это знаете вот вот о чем нужно ревновать чтобы бог смотрел на тебя и говорил слушай федя человек непорочный чистый справедливый богобоязненный видит зло уходит от зла красавчик и отвечал сатана господу и сказал разве даром богобоязненный иов то есть он как бы наш не совсем чистые мотивы у его не совсем у него чистые мотивы и он год не ты ли кругом оградил его и дом его и все что у него заметьте вот что происходит с нами с христианами господь кругом нас хранит есть круг вокруг нас до много бесов мире ну и я верю в божью защиту верю в бог что бог кругом вокруг нас он хранит нас и он говорит кругом оградил его и дом его и все что у него дело рук его ты благословил и стадо его распространяется по земле но простри руку твою и коснись всего что у него благословит ли он тебя как бы понимаешь так интересно сатана выражается он где ты коснись хотя хотя мы дальше видим что бог разрешается то не коснуться его и сказал господь сюда не вот все что у него в руке твоей только на него не простирай руки твоей и отошел сатана от лица господня и слушайте внимательно почему я говорю что дьявол может делать подставы дьявол может делать скажем реальные подставы я объясню дальше что я имею ввиду и был день когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего и вот приходит вестник киову и говорит валы орали и ослицы паслись под ли них как на как напали савиан савиани они и взяли а отроков поразили острием меча и спасся только я один чтобы возвестить тебе то есть интересно что дьявол побудил внешних людей атаковать скот и ова атаковать практически ну слуг его да и еще одного оставил живым зачем чтобы вот принести в кавычках такую радостную вещь да дальше еще говорил как приходит другой вы со мной сегодня то есть вы представляете как дьявол все организовал организовал атаку на иова он еще этот говорит что все иов ты бедный стада тебя уже нет стадов у тебя нет богатства он еще говорит второй приходит значит он создал даже момент встречи я вам уже делать встречи с людьми которые могут тебя искушать и не могут а будут тебя искушать в моей жизни куча раз были таких встреч когда вот просто все так сходится чтобы согрешить просто все ну в цвет как говорится это называется дьявол он делает встречи он 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 создает вот эти вещи он как бы все будет срастаться чтобы согрешить вы со мной сегодня еще говорил он как приходит другой и и и скажет огонь божий упал с неба я полил овец и отроков и пожал их спасся только я один чтобы возвестить тебе представляете даже дьявол имеет как какую силу определенную огонь с неба спал то есть какой-то бесовский не знаю или через гром или как просто сошло и он попалил в общем овец и отроков и так далее еще он говорил как приходит другой и сказывает халдеи в доме первородного брата и вот большой ветер пришел от пустыни и ухватил четыре угла дома и дом упал на отроков и они умерли и спасся только я один чтобы возвестить тебе тогда и и встал и разознал верхнюю одежду свою и так далее и так далее и так далее и я хочу обратить ваше внимание на стих еще говорил и приходит следующий еще говорил и приходит следующий еще говорил думаю надо же так организовать это не просто наш час там он побыл немножко успокоился валерианочки принял знаешь и потом другой там позвонил нет нет еще он говорил настолько атака мощная пошла один за другим это показывает что дьявол бесовское царство оно организовано к чему я это все говорю к чему это все говорю когда ты будешь атакован это будет все спланировано библия говорит что придет день злой еще раз повторю библия говорит о каком-то дне для христиан день злой вы помните на прошлых семинарах я говорил что мой сын моисей когда ему было три года он был атакован но не просто он был атакован я был знаете чем атакован возраптать на бога возраптать на церковь почему бог такое допустил с моим сыном настолько сильно это было давление на меня чтобы я реально обиделся чтобы я разозлился на бога сказал почему ты бог вот сын он тут при чем и так далее это давление бесовская я очень очень сильно чувствовал понимаете и это было настолько организовано это было на самом деле запланировано запланировано так это был день злой но я его преодолел и устоял и я понимал слушайте самое главное хочу сказать я понимал что это дьявол аминь дьявол аминь 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 аминь